Продолжение следует... Такой стих из первой главы Евангелия от Луки, это из слов Архангела Гавриила Пресвятой Богородицы. «Ибо ты обрела благодать у Бога». Говорит так Архангел Гавриил. А в связи с чем мы рассматриваем эти строки, вот многие люди... Один человек, он даже так нам и написал, он спрашивает, по простоте, конечно, спрашивает, «Кому лучше молиться? Иисусу Христу или Божьей Матери, чтобы это было более действенное?» Ну, то есть ему кажется, что вот он сейчас придет в храм, вот кому лучше поставить свечку, чтобы это сразу помогло. А дело все в чем? Ведь наша вера христианская, она поэтому и христианская, что в центре Христос. То есть вера наша христоцентрична. И мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, воплотившемуся Сыну Божию. Он есть первые, последние, начало и конец, альфа и омега. Он есть свет, который пришел в этот мир, в нашу тьму, чтобы рассеять ее. Поэтому, конечно же, всем сердцем мы обращаемся ко Господу Иисусу Христу, но Христос пришел посредством Божьей Матери. Он не просто вот так вот раз и чудом где-то появился. Нет, он святым духом был зачат в лоне Пресвятой Богородицы. Она девять месяцев вынашивала его, она держала его на своих причистых руках, она оказывала заботу. И это вот не просто, понимаете, что он воспользовался каким-то отстраненным механизмом, а это живая связь между Пресвятой Девой и ее сыном. Живая связь, связь глубокая, а ее сын, он при этом еще и сын Божий. То есть понимаете, что у Пресвятой Богородицы, у нее особый доступ к своему божественному сыну, поэтому она ходатайствует. И вот вспомним самое первое чудо, которое совершил Христос, вот Евангелие от Иоанна. Как совершил он? Он совершил исключительно по просьбе Божьей Матери. Причем интересно, ведь сама Пресвятая Богородица, она держится в тени. Мы не встретим какого-то очень развернутого учения Божьей Матери в Евангелиях. Она вот где-то вот в стороне всегда величайшем смирении, скромности. Но при этом самое первое чудо Спаситель совершает именно по просьбе Божьей Матери в Кане Галилейской. Причем просьба была вроде бы вполне такая вот земная, но здесь уже видно чуткое сердце Пресвятой Богородицы. Вот она скорбит о людях, у них заканчивается вино для угощения гостей, а это ведь был позор, да, то есть все собрались на торжество, и она обращается к своему сыну, а он вроде бы не хочет даже совершать чудо. Говорит, еще не пришел час мой, что мне и тебе? Но она все равно говорит служителям этого свадебного пира, что вы, вот я направляю вас к своему сыну Иисусу, вы к нему все равно подойдите, вот все, что он скажет, то вы выполните. То есть мы видим, что Пресвятая Богородица ходатайствует за людей перед сыном, и даже когда он поначалу вроде бы не хочет исполнять какую-то просьбу земную, все равно он совершает просьбу людей, которых Божья Матерь направила к нему, понимаете? То есть вот иногда сердце действительно болит о чем-то, и ты от сердца обращаешься к Божьей Матери, Пресвятая Богородица, помоги, спаси, защити. И она имеет особый доступ ко Господу, она может ходатайствовать, она вот тоже и нас направляет ко Христу, который по ее ходатайству исполнит любую просьбу. И поэтому Архангел Гавриил, вот когда он пришел, ведь он же свидетельствует о удивительных вещах. Кстати, наши молитвы, наши молитвы, они основываются прежде всего на Архангельском вот этом благовестии. И знаменитая вот основная молитва, Богородица, Деву, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословен и ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Яко спас и родила яся душ наших. Это все основывается именно на Архангельском благовестии, когда он приходит к Деве Марии в Назарете, то он произносит, радуйся, Благодатная, Господь с тобою, Благословен и ты между женами. То есть именно Пресвятая Богородица, она представительница рода человеческого, но в то же время она выделена из рода человеческого. Почему так? Вот как это было открыто преподобному Силуану Афонскому, Божья Матерь никогда не согрешила даже в мыслях. То есть это совершенная такая вот чистота сердца, это как чистое небо безоблачное, и поэтому вот она избирается как та, через которую приходит Сын Божий в наш мир. Она благодатная. И он говорит, когда она же смутилась от его слов, она не считала себя достойной этого, но он ей говорит, не бойся, Марии, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот это центральные слова, что ты обрела благодать у Бога, то есть особое благоволение Божие, и, соответственно, вот внимание Господа обращено, как бы прежде всего к ней, как самой чистой, как самой нескверной, как той, в сердце которой уже вот как райский престол для Божественного Сына. И одно дело, понимаете, когда, ну скажем, какой-нибудь человек, вот он там и пьет, и курит, но вдруг у него сердце пробуждается, он помолит, и Господь ему поможет. Но совсем другое дело, когда человек до конца верен Богу, до конца всего себя посвящает Богу, и такой человек может ходатайствовать не только за себя, но и за других, и помолиться. И вот поэтому Пресвятая Богородица, она является именно ходатайцей, то есть прежде всего мы, конечно же, молимся Господу Иисусу Христу, собственно говоря, поэтому мы и христиане, что призваны быть христовыми и жить во Христе. Спаситель говорил, «Все, что попросите во имя Мое, я то исполню». Но и Божья Матерь, она ведь во имя Христова и имени Христову служит, она ради Него ходатайствует за нас, за грешных людей, и вспоминается вот такой случай. Ну, в истории эта история этим пронизана. Допустим, даже преподобная Мария Египетская, помните, когда она из-за своих грехов, вот это распутство всепоглощающее, которое царствовало в ней, как там миллион бесов каких-то, и она не могла войти в Иерусалимский храм, чтобы поклониться Кресту, потому что невидимой силы не пускало ее. И вот стоя при Творе, она вдруг увидела икону Божьей Матери и от сердца стала молиться именно Пресвятой Деве, чтобы Пресвятая Богородица помогла ей пройти все-таки, подойти ко Кресту Христову. И получается так, что обращение Марии Египетской и ее обеты Богу, исправление жизни, начинается с ее личной встречи с Божьей Матерью. И действительно, после того, как она от сердца обращается к Пресвятой Богородице, она уже смогла пройти в храм, приложиться к древу Креста Господня, а после этого она посвящает всецело себя Богу, точнее, она уже посвятила себя Господу, и проходит, за Иордан уходит в пустыню, многолетний такой вот подвиг, покаяние, и становится одной из величайших святых за всю историю христианства. То есть Пресвятая Богородица, она участвует в судьбах людей, потому что она обрела благодать у Бога, говорит Архангел Гаврил. Это вот не просто какие-то патетические слова, какая-то поэзия, это небесное откровение. Пресвятая Богородица в особой близости к Богу. И, конечно же, она ходатайствует, помогает. Тоже вспоминаю, как в Сергиевом Посаде был такой случай. Приехали из Белоруссии, семья одна, там вот мама Татьяна с двумя дочками, и старшая дочка Людмила, она устроилась в академии, Московской духовной академии, работать в столовой. Вечером поздно, часто возвращалась домой. Ну и однажды что? Вот идет она в низине, где овраг за лавры, и там было темно, и вдруг выходит человек из-за кустов с ножом, она подумала, что он хочет что-то украсть у нее, протягивает ему молча сумочку, она вся в оцепенении, в страхе, ну, представляете, да, такой вот преступник перед вами, не может ни бежать, ни говорить, а он вдруг ей заявляет, нет, мне не нужны твои деньги, я проиграл в карты и должен тебя убить. Это вот бывает, знаете, у преступников, такое, что когда там все проигрывают, ставят на кон чью-то жизнь, допустим, да, что вот мол, ну там, конечно, безумие, ну и такое иногда бывало. И вот она что? Она не знает, ну, понятно, человек потерян, и она только про себя повторяет, вот мамочка, прощай, а в это время мама ее была, кстати, очень далеко в отъезде, и вдруг мама что-то вот сердцем, прямо вот, она уже уснула, во сне почувствовала, и она даже увидела, как будто вот ее дочь лежит в гробу, и сразу же проснулась, что-то страшное, упала на колени перед иконой Божьей Матери, Пресвятая Богородица, Богородица, спаси, помоги, защити мою дочь, вот молится от сердца. И тот человек, вот этот приступ, его вдруг раз, вот как будто что-то на него нашло, как будто он в себя пришел и говорит, иди. И она пошла, и все, вот он тут же исчез куда-то. Да, то есть, вот такое было удивительное событие, когда эта девушка, Людмила, она вспомнила свою маму, свою родную маму, а мама ее почувствовала, и обратилась к Божьей Матери, а Пресвятая Богородица, она наша общая мама. Вот как сам Спаситель, когда на кресте, да, он говорит Иоанну Богослову, вот, матерь твоя, вот, то есть она тебе теперь мама, и в лице Иоанна Богослова все христиане усыновлены Пресвятой Богородице. Поэтому она слышит, и она помогает, когда от самого сердца идет молитва, и вот все, вот то зло, оно тут же рассеялось, бесы отступили, преступник убежал, ну, правда, потом они так вот перепугались, конечно, вот эта девушка Людмила, ее уже постоянно по вечерам провожал, это ее друг, вот студент был в семинарии, и потом все-таки они уехали, то она боялась уже там жить, но все они были благословлены Богом. Сама ее мама впоследствии стала монахиней, и когда приблизился час смерти, она приняла Великую Схиму, а как только Великую Схиму приняла, то смерть отступила, она еще жила долго и долго, то есть очень много лет. А вот эта вот Людмила, она вышла замуж за семинариста, он стал священником, и потом вот у них дети рождались. То есть Господь все это устраивает, и мы видим, что молитва Божьей Матери, она очень действенна. То есть эта молитва, она не перечеркивает молитву Иисусу Христу, но она усиливает нашу молитву ко Господу, потому что Господь в наш мир пришел через Пресвятую Деву. Поэтому мы молимся прежде всего, конечно же, Господу, но молимся и Божьей Матери, которая вот в трудной ситуации может за нас походатайствовать, поможет. И, кстати, и святые тоже, они дальше вот тоже как бы держатся, как бы держатся за ризу Божьей Матери, как вот дети держатся за платье своей мамы, вот маленькие дети. И вот так получается, что род человеческий, где все друг с другом взаимосвязаны, это не то, что там разрозненные, какие-то камушки отдельно друг от друга валяются, а это вот как такое полотно, сшитое, единое такое сшитое полотно, где как бы колечки, которые друг за друга держатся. И таким и должен быть род человеческий, чтобы все в Боге обрели единство, но ближе всех к Богу те, кто как Божья Матерь открывает свое сердце, очищает его и старается быть верными Господу до конца. Так что, дорогие братья и сестры, опустим все вот эти вот споры, все препирательства. Вот сама Пресвятая Богородица, когда она к Елисавете пришла, Елисавета говорит, что откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, да, она радуется тоже во Святом Духе. И Пресвятая Богородица произносит, «Себо отныне ублажат меня все роды», то есть, если по... Ну, в русском переводе, «Ибо отныне будут ублажать меня все роды». Вот один знакомый священник, отец Лев Шехлеров, к нему как-то подошел протестант, и вот почему вы Божью Матерь почитаете. И он открывает Писание и говорит, отец Лев, что... Ну вот видите, Слово Божие говорит, что «Ибо отныне будут ублажать меня все роды». Все роды ублажают Божью Матерь, и только роды протестантов не хотят следовать Слову Божию. Так что не будем спорить по этому поводу. Сама Пресвятая Богородица, она верная служительница Господа, и ходатайся за нас, а нашу молитву к ней она слышит и доносит эту молитву до самого престола Божия. Вот дай нам, Господь, быть, главное, открытыми своим сердцем и с искренней верой обращаться и к Господу Иисусу Христу, и к Пресвятой Богородице. И уж небеса такую молитву совершенно точно услышат. Так что мы не оставлены, мы не сироты, дорогие братья и сестры. Храни всех Господь Бог и Божия Матерь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok